Добрый день, уважаемые гости и постоянные подписчики моего канала. Вода – это жизнь. Как нас уверяют ученые, все мы вышли из воды. Вода – это наше все. Она необходима нам, как воздух и сон. Где есть вода, там зарождается жизнь. Без этого важного компонента мы не просуществуем и пары дней. Кроме того, живительная сила H2O помогает нам избежать переедания и даже сжигать лишние калории. Однако, как и в каждом правиле, здесь есть свои исключения. Иногда может вода принести не только пользу, но и большой вред нашему организму. Вот несколько случаев, когда воду категорически нельзя пить. Это невероятно редкая ситуация, но все же она имеет место быть. Выпивая большое количество воды, вы вредите своему здоровью и рискуете приобрести серьезную болезнь. Следствием потребления большого количества воды, а также продуктов с низким содержанием натрия, может стать развитие гипонатремии. Специалисты утверждают, что слишком много жидкости приводит к дисбалансу электролитов в организме человека. Клетки тела напитываются потребляемой нами водой и разбухают. Это несет огромный риск для нашего головного мозга и даже может привести к его отеку. Поэтому так называемое правило 8 стаканов в день не всегда работает на пользу нам и нашему организму. Гипонатриемия нередко встречается у спортсменов-легкоатлетов, если у них имеются какие-то проблемы с печенью, почками или сердцем. На протяжении больших беговых дистанций у них возникает соблазн потягивать воду из трубочки. А ведь это чревато тем, что выпитая вода может привести к отеку клеток, вызвать тошноту, рвоту, судороги и даже спровоцировать смертельный исход. Другими словами, большое количество воды может себе позволить только абсолютно здоровый человек. И так, как мы уже поняли, лучше всего забыть о правиле 8 стаканов в день и просто прислушаться к собственному организму. А еще лучше загляните в унитаз. Да, да, вы не ослышались. На самом деле цвет мочи может рассказать о многом, в том числе и о существующих проблемах с организмом и о том, сколько воды нужно употреблять. Если вы видите легкий лимонный оттенок мочи, вы достигли оптимального состояния гидротации. А вот если цвет мочи чистый, без желтого оттенка, вероятно, вам нужно сократить потребление воды. Темная моча, напротив, говорит о том, что нужно пить больше воды. Все знают, что самый простой способ сократить количество потребляемых калорий, это выпить перед едой стакан чистой воды без газа. Таким естественным образом это ведет к тому, что в процессе застолья вы съедаете намного меньше пищи, так как жидкость уже занимает некоторое место в вашем желудке. А вот пить воду во время еды или сразу же после обильного обеда, это далеко не лучшая идея. В таком случае жидкость приведет к нарушению пищеварения и дисбалансу в организме. Дело в том, что смешиваясь с желудочным соком, вода нарушает уровень кислотности в желудке, что вследствие чего пища начинает хуже перевариваться. Кроме того, в нашем желудке имеются чувствительные рецепторы. При попадании воды в желудок его содержимое быстро отправляется в кишечник. Речь также идет о недостаточно измельченной пище, которая еще не успела пройти обработку ферментами нашего желудка. Как следствие мы получаем чувство тяжести, вздутия, отрыжки и другие неприятные ощущения. Питье воды во время или сразу после еды лишь приведет к тому, что вы чувствуете себя еще более раздутым, утверждают специалисты по правильному питанию. Поэтому рекомендуется пить воду не раньше, чем через полчаса после приема пищи. Если же вас мучит жажда во время еды, сделайте пару небольших глотков, просто чтобы смочить рот и избавиться от ощущения сухости. Наверняка также многие из вас слышали о том, что пить воду во время интенсивных тренировок и физических нагрузок категорически нельзя. С чем связан этот запрет? Дело в том, что при высоких и длительных физических нагрузках через пот наш организм выводит важные электролиты, такие как калий и натрий. Если вы сильно потеете на тренировках, вам обязательно нужно восстановить потерянные питательные вещества, которые вы не найдете в простой воде. Вместо того, чтобы употреблять сладкий спортивный напиток, вы можете получить тот же бонус от кокосовой воды, которая естественным образом богата калием, магнием, натрием и витамином С. Кроме того, в кокосовой воде мало калорий и при этом большое количество клетчатки. Не стоит пить много воды, когда вы на тренировке. Избыток жидкости также может вызвать отечность и проблемы с мочеполовой системой. Кроме того, наше сердце испытывает повышенный уровень нагрузки из-за необходимости прокачивать дополнительный объем жидкости, поступивший в наш организм. Это представляет собой особую опасность для людей, у которых существуют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Рекомендуется выпивать пол-литра воды за час до тренировки, а в процессе самой тренировки делать не более пары глотков, чтобы просто смочить рот. После самой тренировки также рекомендуется восстановить водный баланс, выпив стакан или два стакана воды. Мало кому захочется пить простую воду без запаха и вкуса, когда вокруг столько соблазнов в виде сладкой газировки или напитков с различными вкусовыми добавками. Однако, как правило, любая ароматизированная вода, приправленная различными стабилизаторами усилителя вкуса, несет потенциальную угрозу для нашего организма, который отвергает любого рода добавки и требует простой чистой воды. По большому счету, все эти подсластители способствуют развитию чувства голода, в то время как чистая вода без добавок напротив притупляет его. Поэтому сладкая вода и другие напитки с усилителями вкуса принесут вам больше вреда, чем пользы. А если уж вам и захотелось побаловать себя чем-то эдаким, попробуйте добавить в воду сок лимона, лайма или выжимки различных ягод, фруктов. Некоторым нравится добавлять в воду сок огурца. Другими словами, выберите свой любимый вкус и наслаждайтесь водой, ароматизированной естественным способом. Так вы порадуете себя необычным вкусом, а также принесете пользу организму. Пить воду на ночь также не лучшая идея. Первое, это вы полночи не сможете уснуть и будете бегать в туалет. Кроме того, стоит помнить о том, что в ночные часы наши внутренние органы так же отдыхают, как и мы. Почки практически не работают. Из-за этого вода будет задерживаться между тканями, вследствие чего может возникнуть отечность организма, как внешняя, так и внутренняя. Эта отечность будет проявляться в том, что утром вы проснетесь уставшими, с опухшим лицом и так называемыми мешками под глазами. Чтобы этого избежать, не стоит напиваться воды на ночь. Пейте ее в течение дня. Желательно большую часть жидкости употреблять в первой половине дня. Если же перед сном возникает такая необходимость, сделайте буквально пару глотков, чтобы избежать жажды и сухости во рту. О воде все. До свидания. Мир вашему дому, здоровья телу. До встречи.